Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Да, доброе утро еще раз, уважаемые диаслушатели. Еще один гость сейчас у нас посредством Зума. Мы общаемся с президентом Латвийской Ассоциации Строителей Нормандом Гринбергсом. Господин Гринбергс, доброе утро. Да, насколько затронула вашу строительную отрасль вот это требование во время работы иметь сертификат переболевшего или вакцинированного? Я так понимаю, что до 15 декабря, в порядке исключения, еще допускается наличие негативного теста. Вот, может быть, несколько слов о строительных работах. Несмотря на то, что сейчас подморозило, я так понимаю, что все-таки на многих строительных объектах и на улице еще будет продолжаться какое-то время работа. Конечно, строительство продолжается. Особенно все эти заключенные контракты должны быть выполнены. И строители сейчас разволновались о том, что вот после 15 декабря эти довольно-таки жесткие требования по отношению сертификатов у всех работников будет в селе и в строительной отрасли. На данный момент, конечно, все строители очень, работодатели, строители заинтересованы в здоровых работников, потому что, исходя из этого, только возможно или невозможно или затрудняется выполнение контракта. Прошлым годом, когда у нас была пандемия, мы уже это почувствовали, скажем так, не очень сильно по сравнению с другими отраслями. И предприниматели принимали разные меры, чтобы уменьшить эти риски, чтобы работы продолжались. Несмотря на довольно жесткое такое потрясение в этой осени, когда очень резко вскочили цены на строительные материалы, которые уже создали проблемы, несмотря что рабочие, квалифицированные работники уже так не хватает в отрасли, несмотря на то, что сейчас наступает зима, и всегда зимой люди болеют чуть больше, чем летом, это тоже какой-то процент работников на время исключает из работы. На этом фоне мы видим, что будет довольно такая большая проблема, то, что работодатели должны будут отстранить от работы тех, у кого не будет этот сертификат. Мы опрашивали наших членов, и в среднем видим, что ситуация вакцинации очень разная. Есть компании, где почти все сертификаты, и есть компании, где процент очень маленький. В среднем мы видим, что примерно 70-75% людей, работников сейчас с сертификатами. Мы планируем, и работодатели такой прогноз дают после разговоров с людьми, что на конец года этот процент будет выше примерно 75-80%, но всё равно эти 20%, может быть, даже чуть меньше 15%, но это всё равно много. И если после 15 декабря их нужно отстранить от работы, очень жёсткие последствия могут быть, могут быть невыполненные работы, штрафные санкции и тому подобное. Это нас очень волнует, и мы ищем какое-то решение в этой ситуации. Чтобы ситуация так не заострялась, мы сегодня будем официальным письмом обращаться в Министерство экономики, чтобы, может быть, всё-таки для строителей были какие-то отдельные условия разработаны. Но, конечно, понимаем, что именно для строителей какие-то отклонения или исключения навряд ли кто будет делать. Поэтому мы считаем, что после 15 декабря будет ситуация форс-мажора насчёт выполнения сроков по строительным работам. И мы просим признать ситуацию форс-мажора, чтобы строители могли разговаривать с заказчиком в каждой ситуации, как решать вопрос сроков, вопрос, чтобы строители не пострадали от штрафных санкций, чтобы не были прерваны контракты и тому подобное. Наверняка же какая-то работа предварительная уже проводится, и Вы общаетесь со своими клиентами. Как настроивают заказчиков? Они согласны пойти навстречу и, возможно, пересмотреть условия контрактов? Или предпочтут всё-таки жёстко давить? Очень разные ситуации. В каждом контракте там ситуации по-другому. Особенно довольно тяжело эти вопросы решаются в государственных закупках, там, где подключены фонды европейские. И мы понимаем, что и у заказчиков есть какие-то рамки, где они могут идти навстречу, и где больше не могут идти навстречу. И поэтому мы считаем, что ситуация такая, что формат форс-мажора надо признать, и через этот формат можем нормально решать эти вопросы. Да, вот ещё один вопрос, который я хотел задать. Всё-таки, вот Вы говорите о ситуации форс-мажора, но это, наверное, каким-то образом придётся какое-то специальное решение Кабинета министров. Вряд ли, если Министерство экономики своим решением что-то признает, этого будет юридически достаточно. Потому что, допустим, Ваши заказчики скажут, ну, мы же, у нас договор есть с Вами, есть какие-то сроки, Вы же нам тоже наносите этим материальный ущерб. Да, это мы понимаем, но если только строители должны будут сами решать эти проблемы, мы видим, что строители не справятся. Будут прекращенные контракты, будут штрафные санкции. Из этого выгоду не получит никто. Но через какой-то формат, скажем, тот же самый форс-мажора, через отрегулированного, юридически отрегулированного процесса мы можем выйти более-менее из этой ситуации в Новом году, чтобы в Новом году не были действительно такие случаи, которые никому ничего не дадут. Самое плохое – это прекращенный контракт, когда работы не завершены. Я думаю, что из этого очень пострадают как и строители, так и заказчики. Мы хотим избежать этих случаев. Это, я так понимаю, относится к так называемой эти вот еперкуме, да, которые делает государство самоуправление. Ведь там тоже такая же ситуация и те же самые требования на сертификаты. Да, да, совершенно верно. И ситуация довольно действительно серьезная. Потому что уже сейчас есть первые такие факты, которые говорят о том, что очень много строителей отказывается от контрактов, где они эти еперкумы, как вы говорите, где они выиграли. Они выиграли по ценам, которые они давали перед три месяца, полгода обратно. И сегодня они выигрывают эти контракты и видят, что в этой ситуации, которая так резко поменялась и по ценам, и по возможности это в сроках выполнить, они просто пока не начали даже эти контракты, они отказываются. Они отказываются, теряют довольно большие суммы, которые они гарантировали, то есть по гарантии, что они гарантировали, что они будут заключать эти контракты. Они отказываются от них, теряют эти суммы и понимают, что в таких условиях это нереально. В принципе, можно говорить о признаках очередного кризиса в строительной сфере. Да, вот беда не приходит одна из, так можно сказать. Мы знаем, что еще до этого требования сертификатов еще одна проблема возникла, это резкий рост стоимости всех строительных материалов. Я понимаю, что прогнозировать здесь очень все сложно, но все-таки ваши ощущения, учитывая ваш опыт, когда этот бум цен может в строительной отрасли прекратиться, не знаю, в январе, феврале, или вы думаете, что до лета это еще будет продолжаться? Я думаю, что рост цен, он притормозился довольно хорошо, но тот рост, который был вот осенью, с весны, он, ну, скажем так, очень значительный. И мы много говорили о том, как, скажем так, о каком-то механизме по индексации цен в контрактах, чтобы юридически и заказчик, и строитель могли искать возможность, потому что если этот металл или там бетон, если он три-четыре раза подорожил, стал дороже, ну, кому-то за это надо заплатить. Если в смете у строителя это нет, то до сих пор мы только говорили, но пока никакого реального механизма по индексации цен так и не получили, поэтому этот вопрос по росту цен. И опять строители должны были как-то сами решать, в каждом случае, говоря с заказчиком, кто решил, кто не решил. Разные очень ситуации. И, конечно, это очень повлияло на отрасль в целом. Скажите, может ли речь идти о каких-то массовых увольнениях, о массовой безработице в строительной сфере после 15 декабря? Мы прогнозируем, что, может, это не так будет массовое, но мы видим, что и после переговоров с работниками, мы видим, что они… То есть люди, которые решили, решили, приняли решение не вакцинироваться, они это решение приняли и заставить их силой, но это не наша цель. И они откровенно так и говорят. Одни говорят, что пойдут на безработники, одни говорят, что, может быть, рассматривают варианты уехать в страны, где сертификат не требуют и где можно без него работать. Но большая часть работников говорит, что я пока поработаю, и мне есть где поработать. Что это значит? Это значит, что они пойдут в частный сектор, там и так довольно большой процент теневой экономики у нас. И мы видим, что, несмотря на то, как многие годы мы боролись, чтобы уменьшить часть теневой экономики, мы прогнозируем, что вот при этих условиях эта часть опять станет намного больше. Да, вот, может быть, такой последний вопрос. Из-за ковида такой, скажем, если так можно выразиться, позитивный побочный эффект был, что как раз многие люди, возвращаясь в Латвию, и один момент, я так понимаю, что все-таки было лучше с кадрами строителями, потому что из-за всех ограничений, которые были в разных странах, просто люди возвращались сюда. Как вам кажется, удастся ли удержать этих людей даже с сертификатами? То есть зарплата будет достаточно конкурентоспособной в строительной отрасли? Разные могут быть ситуации, могут быть такие моменты, как вы говорите, что люди возвращаются, и это хорошо, но на данную секунду с людьми, которые приняли вот такое решение, они уйдут из официальных работ, и мы видим, что там ничего хорошего, наши прогнозы говорят о том, что там ничего хорошего не может быть, что люди, они будут искать какой-то вариант, как пережить эту зиму до весны, и у многих есть какой-то такой, трудно даже подобрать слова, они считают, что следующим летом по этому вопросу будет намного легче. Ну, не знаю, может быть, это влияет на то, что летом не так острый, острый становится вопрос ковида, но очень многие хотят найти способ, как пережить до лета, и готовить на очень многие разные решения, в том числе даже посидеть дома. Нехватка людей, которые уже так довольно острый вопрос, может привести к довольно неприятной ситуации, и об этом мы сейчас говорим, и ищем решение, как недопускать это. Ну что, спасибо большое. Мы тоже надеемся, что вам удастся найти это решение. Большое спасибо за то, что вы были с нами на прямой связи и разъяснили. Да, напомню, мы беседовали с президентом Латвийской ассоциации строителей Нормансом Гринбергсом, и речь идет, в принципе, о форс-мажорной ситуации в сфере, о потенциальном росте теневой экономики, о срывах контрактов и о штрафных санкциях. Все довольно серьезно. Да, а мы в завершение должны обязательно сказать, в соответствии с новыми правилами Кабинета Министров, все присутствующие, переболели, имеют сертификаты, вакцинированы. И вакцинированы, поэтому наша передача происходит в эпидемиологически безопасной среде, как сказано в постановлении, и поэтому мы не используем маски. Большое всем спасибо. Работа радиоболком продолжается. Впереди и добро пожаловаться. Диагноз недели, и далее, и далее. Все идет по плану. Хорошего дня. Слушайте радиоболком.